Спасибо огромное за приглашение. Для меня большая честь выступать на онкологическом форуме. Тем более я не являюсь онкологом. И скажу сразу, что, наверное, будут какие-то спорные моменты. Ну и в целом тематика очень сложная. Я попытался её каким-то образом систематизировать. Давайте начнём. Ну, известно, что увеличивается количество операций, количество реконструктивных операций, количество эстетических операций. Тоже я имею честь принимать участие. Есть возможность слушать доклады моих коллег на различных онкологических формах. Причём не только хирургов, которые занимаются онкологической хирургией и онкохирургией, но и радиологов, химиотерапевтов. Есть определённый тренд. Я думаю, что многие со мной согласятся. На увеличение доли реконструктивных операций. И в целом тренд на то, что качество жизни выходит на первый план сейчас. То есть, грубо говоря, мы научились вы, точнее, научились лечить рак эффективно, особенно на ранних стадиях, за счёт доли увеличения лучевой терапии, за счёт, видимо, доли увеличения химиотерапии, улучшения качества химиотерапии. Поэтому на развитии реконструктивной хирургии набирает обороты, и тематика максимально актуальна, потому что на первый план выходит именно качество жизни. Когда речь идёт о симметризирующих операциях и о реконструкции груди в целом, мы задаём себе вопрос, что должно получиться, к чему мы должны прийти в финале. Ну и как минимум у нас должна получиться симметричная грудь, грудь должна быть пропорциональна, она должна обладать определённым объёмом, она должна быть подвижной, ну и должен быть определённый внешний вид и эстетика. Если мы говорим о симметрии, то это не самая простая история вообще в целом в пластической реконструктивной хирургии в частности, потому что из чего состоит симметрия малыша и желез? Симметрия состоит из объёма, симметрия состоит из формы, симметрия состоит из уровня положения складок, симметрия состоит из уровня положения сосково-реолярных комплексов, вектор направлений, то, куда смотрится сосково-реолярный комплекс, симметрия наполнения нижнего склона, симметрия наполнения верхнего склона, подвижность малыша и железы, симметрия в теплоте, симметрия в цвете кожи. Это все те вопросы, которые необходимо учитывать, когда речь идёт о симметризирующих операциях, когда речь идёт о тайминге симметризирующих операций. А симметрия практически всегда — это сложная составная ситуация, требующая широкого подхода. То есть на самом деле очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда приходят пациенты и говорят, мы сделали масштабин, мы сделали реконструкцию, тут просто нам нужно с одной стороны сделать какую-то подтяжку, и на этом всё будет симметрично. На самом деле достижение симметрии — это сложнейшая, тяжелейшая задача для любого хирурга, который занимается реконструкцией или оперирует на молочной железе. Неважно, это может быть эстетический хирург, это может быть пластический хирург, это может быть реконструктивный хирург, но это задача, которую крайне сложно решить. Именно потому что симметрия и асимметрия — это большая сложная проблема, реконструкция груди — это всегда процесс или комбинация операций и методов. Крайне редко, я в это свято верю, крайне редко в такой ситуации реконструкция груди или симметризирующая операция носит такой, знаете, характер одного вмешательства, на котором всё заканчивается. Если мы можем это сделать, если нам это удаётся, слава богу, но, к сожалению, молочная железа имеет тенденцию к изменению в течение времени, и, к сожалению, эти пациенты так или иначе возвращаются. Ну, я хочу привести пример пациентки. Это стандартная, классическая пациентка, которая приходит на… Я являюсь пластическим хирургом, одна из составляющих моей работы подобной пациентки, которая приходит за простым запросом увеличить грудь и сделать грудь гармоничной. Эта пациентка, казалось бы, с простым запросом. Уже не простая задача, потому что вы видите асимметрию по объёму молочной железы, вы видите асимметрию по положению плеч, это пациентка эскалиотическая деформация. Вы видите пациентку молодую, активную, социальную, у которой есть определённые завышенные ожидания, и получив определённый результат, который нам может понравиться, не факт, что этот результат понравится пациентке. И вот этот момент я хотел бы провести красной линией через весь доклад. Ещё одна пациентка, которая также пришла с эстетическими запросами, это классическая, стандартная ситуация моей работы. Скалиотическая деформация, асимметрия по объёму, и опять же завышенные ожидания. Это молодая, красивая девушка, она хочет, чтобы у неё грудь была красивой. И решить эту задачу с сохранением асимметрии не так просто. Здесь у нас не очень получилось. Да, грудь неплохая в целом стала лучше, но асимметрия всё равно сохраняется. Конечно, когда речь идёт о симметризирующих операций у онкологических пациентов, эта задача становится ещё сложнее. Да, вы всегда можете сказать о том, что была болезнь, и пациентка как бы вылечилась или в процессе излечения. Но мне кажется, что для современных пациентов это не является критерием, который снижает планку их ожиданий на уровень нуля. То есть мы ушли, и время прошло, когда достаточно что-то положить бюстгальтер, и всё, на этом всё можно закончить. И на этом мы говорим о том, что мы сделали реконструкцию. Пациентка после секторальной резекции лучевой терапии, сколиактическая деформация, асимметрия по объёму, лучевое повреждение кожи, турбер кожи отличается, асимметрия по положению склада. Да, можно достигнуть какой-то симметрии, но это сложно, это не самая простая задача. И чем больше, чем более выраженная асимметрия, чем более она комплексная, тем сложнее будет добиться какой-то, какой бы то ни было симметрии. Пожалуйста, эта пациентка после мастектомии помады, но после лучевой терапии с надолго незаживающим швом, с экспандером в анамнезе, которая вываливалась, сделать симметричные операции этой пациентке ещё сложнее, чем тем пациентам, которых я показывал. Именно поэтому меня, если честно, немножечко удивляет та лёгкость, с которой рассуждают и говорят о том, что здесь нужно просто поставить имплант вправо. Да не просто поставить имплант вправо, здесь нужно создать и сделать реконструкцию с левой груди и как минимум правильно поставить имплант вправо, как минимум правильно подобрать эти импланты, потому что посмотрите, насколько сложная симметрия. Опять же, мы говорим о сколиологической деформации. Мы оперируем не грудь, мы оперируем человека. Если человек в пространстве отклоняется, есть на разном уровне надплечья, на разном уровне ребра, есть определённые искривления, уже достигнуть симметрии сложно, уже не говоря о реконструкции, не говоря о симметриирующих операциях после реконструкции. Конечно, эта пациентка будет оперироваться в несколько этапов. Конечно, для того, чтобы получить результат, который будет нравиться, который будет эту пациентку удовлетворять, нужно постараться. И даже в этом случае я считаю, что эта операция не является удовлетворительной, потому что, может быть, мы получили и достигли симметрии по объёму, но мы не достигли симметрии по ощущениям, мы не достигли симметрии по теплоте, и мы не достигли симметрии по подвижности. То есть внешне всё ничего, но глобально ещё одна пациентка с сложной симметрией, сложной асимметрией и сложным комплексом операции для того, чтобы достигнуть эстетического результата. С правой стороны нужно делать реконструкцию, но не забывайте, что ей нужно правильно прооперировать левую грудь. То есть нам каким-то образом нужно привести к единому знаменателю две половины женского тела, которые по своей сути отличаются очень-очень сильно. С правой стороны это пациентка с имплантом, с недораскачанной кожей после установки экспантера, пациентка с проведённой лучевой терапией, с изменённым тургером кожи. При этом есть асимметрия по объёму, всё та же самая сколиотическая деформация. При этом есть асимметрия по складкам. При этом мы понимаем, что левая грудь этой пациентки, которую, да, естественно, можно подтянуть и поставить туда имплант, но эта грудь будет вести себя совершенно иначе, нежели грудь, реконструированную справа. И как бы хорошо мы её не реконструировали, как бы хорошо мы не перестанавливали, устанавливали экспантер, закрывали широчайшие мышцы спины, как в данном случае очень люблю эту методику, потому что она позволяет достигнуть хоть какой бы то ни было сметрии по ощущению этой подвижности. Как бы мы её не оперировали, какой бы удовлетворительный результат мы получали на определённом этапе, я не уверен, что этот результат продлится какое-то время. Может быть да, может быть нет. И это та сложность и те разговоры, которые нужно вести с пациенткой. Ещё один пример. Когда нужно решить сложную задачу по операции с левой стороны, по операции с правой стороны, также эта задача решается за счёт комплексных мероприятий. Мы не просто оперируем грудь слева и подгоняем её под правую. Это отдельная операция, которая должна быть выполнена правильно, исходя из основных принципов пластической хирургии. А в случае левой железы данной пациентки, я говорю сейчас вот об этой груди, где стоит имплант, нам не просто нужно сделать реконструкцию справа, а потом поменять имплант слева. Нам нужно делать реконструкцию справа, чётко поднимая и учитывая, какой план у нас будет на левую молочную железу. Это тот самый тайминг и то самое планирование симметризирующих операций, о котором я скажу чуть позже. То есть, идя на правую грудь, идя на переделку реконструкции, мы чётко понимаем, что мы будем делать. Мы всегда задаём пациенту вопрос, что вы хотите получить в финале. В данном случае от того, что мы будем делать с левой железой, зависит тот объём экспандера, который нужно поставить, и тот уровень, на который нужно поставить этот экспандер. Соответственно, в данном случае экспандер вместе с поворотом широчайшей мышцы спины с последующей заменой на имплант и тем результатом, который нам удалось достигнуть. Конечно, идеальный вариант, когда вы делаете одну операцию, сразу же попадаете в симметрию, как в данном случае, когда мы пересадили лоску передней брюшной стенки, диплоску, одномоментно сделали редукционную мамопластику и за одну операцию получили результат, который для данной пациентки может быть конечным. То есть она может сказать, «Знаете, я всем довольна, я больше не хочу к вам приходить, единственное, сделайте мне, пожалуйста, сосочек на подместной анестезии, и на этом я хочу закончить любое взаимодействие с медицинским учреждением». И слава богу. Подходя к симметризирующим операциям, к основной сути доклада, рассказав вам об играм, какие основные симметризирующие операции существуют? На самом деле их супермало. Все симметризирующие операции — это стандартный набор операций пластической ухирусы. Вот то, что мы делаем в своём отделении, многие другие хирурги делают, вы делаете, все слушатели делают. Это установка имплантов, это подтяжка по ореоле с различными вариантами, раундблок, не раундблок, нитки, установка имплантов, подтяжка с вертикальным рудцом, подтяжка с кроем по типу вайса, редукционная мампластика. Важно, когда делать эти симметризирующие операции. Я так понимаю, что Эпир Владимирович ко мне приглашал, он, собственно, и хотел это услышать. Алгоритм выполнения. Если мы говорим о первичных реконструкциях, то, как я считаю, это должно быть, хотя с первичными реконструкциями мы сталкиваемся довольно редко. Если выполняете мастоктомию с любым вариантом реконструкции, с установкой экспандера или лоскута, контрлатеральную грудь я бы делал через 6-8 месяцев, не раньше, и при этом говорил пациенту, что нам, возможно, понадобится третья коррекционная операция через год-полтора. Потому что вы не знаете, как будет себя вести лоскут или экспандер или имплант. Вы не знаете, как будет меняться здоровая контрлатеральная железа, что бы вы там ни сделали. Если речь идёт о кожсохранной или мастоктомии с одномоментной реконструкцией импланта, то контрлатеральную грудь имеет делать смысл одномоментно. Но, ровно как и онкопластические резекции с операциями на контрлатеральной железе, с метапризирующими, да ну там редукция или подтяжка, или установка импланта, неважно, вы должны чётко предупреждать пациента, всё равно вот этот второй этап, он может быть на горизонте, и вы должны быть к нему готовы. Потому что, что бы вы ни сделали в моменте, и получив хороший результат, вы должны понимать, что грудь, в которой была сделана иная операция, отличная от мастоктомии в любом варианте, или там, я не знаю, секторальная резекция, она будет вести себя иначе. Когда речь идёт об отсроченных реконструкциях, здесь немножечко по-другому. Если мы идём сразу же на установку экспандера, контрлатеральную грудь мы оперируем через те же самые 6-8 месяцев. Это же касается лоскута. Если мы ставим лоскут, если мы пересаживаем лоскут типа ДИП, через 6-8 месяцев мы идём на контрлатеральную грудь. Если мы ставим лоскут типа ШМС экспандера, мы через 6-8 месяцев идём на контрлатеральную грудь. Иногда мы совмещаем пересадку лоскута с операцией на контрлатеральной железе. В ситуации, когда заведомо контрлатеральная железа большая, и мы понимаем, что редукция значительно приблизит нас к симметрии. Но не идеально. Это момент, который обязательно должен быть обсуждён с пациенткой. И тогда также мы закладываем коррекционную операцию через 8-12 месяцев. И всё меняется, когда речь идёт о лучевой терапии. То есть если у нас в плане лечения, в вариантном варианте появляется лучевая терапия, это обсуждается интероперационно или до операции, или по результатам отсроченной гистологии, мы понимаем, что наш план будет изменён. И насколько он будет меняться, я не знаю. Я придерживаюсь философии того, что если планируется лучевая терапия, в идеале не делать никакую реконструкцию и вернуться к её после окончания лучевой терапии через 6-8 месяцев. Я знаю, что существуют ситуации, когда есть кожный чехол, его нужно сохранить. Но тем не менее я бы старался обсуждать с пациенткой и как минимум предупреждать о том, что частота осложнений может быть больше. Я абсолютно уверен, что не нужно пытаться любой ценой сохранять кожный чехол, усложняя течение послеоперационного периода и ухудшая реабилитацию. Важный вопрос. Кто должен выполнять симметризирующие операции? Это тот момент, который, наверное, вызовет определённые дискуссии. Я считаю, что симметризирующие операции должны выполнять врачи с ординатурой по пластической хирургии. Я не имею в виду тех широко известных хирургов, которые в большей степени, наверное, уже реконструктивные хирурги, нежели онкологи. Я имею в виду тех, кто делает первые шаги в онкологии. Всё-таки я считаю, что это либо должен быть врач-пластический хирург в команде, либо онколог с ординатурой по пластической хирургии. Почему? Потому что проблем огромное количество. Нам очень часто приходится сталкиваться с банальными сложностями, связанными с незнанием базовых принципов пластической хирургии. Ошибки позиционирования импланта, ошибки работы с кожей, ошибки в выборе времени симметрирующей операции, комбинация мета, осложнения, связанные с имплантами, рубцы, комбинация всех факторов. Буквально сегодня ко мне пришла пациентка, которая сделана реконструктивная. Я спрашиваю, что вам не нравится? Она говорит, что внешне ещё ничего. Мне глобально нравится всё. Хотя внешне вроде бы ничего. Это тот результат, который на конгрессах показывает, как удовлетворительный. Буквально, чтобы вы понимали, это из моего доклада из Генн-ЖК. У нас, потому что на пластические хирурги, частота реоперации у пациенток при подтяжке груди, с кроем вайсом или переориалярной, то есть коррекции, частота не даже не реоперации, а коррекционных операций, 20%. Мы платим деньги, потому что пациенты недовольны. А почему вы думаете, что когда речь идёт о реконструкции, о симметризирующих операциях, пациенты будут по-другому себя воспринимать, и этого не будет? Посмотрите, это пациенты, которым были попытки делать симметризирующие операции. Они все недовольны, они все пришли к нам на переделку. Классическая ситуация. 7-8 операций было выполнено, и пациентка недовольна. Ещё одна ситуация, когда приходится всё заново переделать с позиции пластической хирургии. Поэтому я считаю, что одна операция, перефразируя знаменитую поговорку, одна операция хорошо, а две ещё сложнее. И симметризирующая операция — это дополнительный пол потенциальных проблем, с которым вы, как онкопластический хирург, можете столкнуться. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok